Всем привет, с вами Маракаси, вы смотрите передачу Редкие Медады и сегодня я хотел бы показать вам хороший бой на танке Т-54Е1. Играет тут Снуки Рокей и бой произошел на карте Степи. Игрок сразу же отправляется ближе к базе на зеленку, ну там среднему танку гораздо больше можно полезного сделать и по пути вдалеке засвечиваются противники. Игрок решает пострелять по светилеку, М41 Бульдог, но тот быстренько прячется. Кто знает, кто играл на этом танке, у него точность совершенно не лучше его качества. Но стреляет издалека танк очень-очень посредственно и сложно попасть по противнику, так как сведение, во-первых, долгая, стабилизация тоже не очень. Ну и к тому же точность просто паршивая, так что игрок особо, скорее всего, не попал, хотя, может быть, один раз и продамажил светляка. На зеленке засвечиваются два вражеских француза, АМХ-50-120, а также АМХ-30. Игрок подумает, как же лучше всего продамажить кого-нибудь из них, аккуратненько высовывается и начинает раздамаживать АМХ-30, так как он сам высунулся. Получилось два раза его пробить, на третий раз снаряд, видимо, угодил куда-то в гуслю без урона, и враг еще остался в живых. Так что, в общем-то, не очень-то даже и удачно получилось отстрелять барабан. Ну вот, АМХ-50-120 слился, и нужно теперь разбирать АМХ-30, ну и это удается сделать без проблем. Засвечивается тут светляк вражеский Т-49, но особо он, в общем-то, не высовывается, хотя разок удалось его продамажить. И вы наверняка уже заметили, сколько арты в этом бою, и вот она уже начинает стрелять, но не попадает по хомяку. И даже одна арта, как вы можете видеть, стреляет бронебойным, скорее всего. Если она бы попала сейчас в корму, то все бы закончилось для хомяка очень быстро. Снова засвечивается этот Т-49, и тут просто фаталити. Снос башни, ну и последний снаряд тоже получается реализовать на бачате. Но союзники все равно, в общем-то, сливаются, скопились они на краю карты в основном. И наш герой понимает, что сейчас крайне важно реализовывать каждый снаряд, и нужно точно стрелять. Как я уже сказал, точность у этого танка не очень. И вы могли видеть, как бачат акробатически тут увернулся от снаряда, и тут его сложно выцелить. Но все-таки Снукер умудряется попасть по бачату и забирает его. Но бат засветил всех там, и вражеская арта неплохо так отработала. Получает также игрок урон, скорее всего, от 3-4. Ну а 3-4 сейчас хомяка уже не видит, и в принципе можно этим воспользоваться и добрать ее. Как раз кто-то отлично продамажил 3-4, и получается ее отправить в ангар. Осталось еще три снаряда как раз в барабане, и засвечивается борщ. Ну и как раз эти снаряды понадобились тут. Отлично пробивается борщ, брони у него нету, и получается его уничтожить. Но борщ, видимо, засветил арту, объект 261, и ее минусует. Наш же герой сразу же дает деру, останавливаться нельзя. Есть еще очень много арты, и союзников остался только 110-й. Засвечивается внезапно арта Лоррейн, ну потому что 110-й решил, что гораздо, в общем-то, выгоднее сейчас в одиночку пойти на всю арту. Но хотя бы, получается, продамажить разок Лоррейна, и точность не помогает. В общем, в данном моменте уничтожить противника. Ну и союзник совершенно бездарно слился. Тем не менее, игрок вставит в кусты, засвечивает еще одну арту, засвечивает этого шотного Лоррейна и добивает. Ну и теперь нужно точно действовать. Стоять на месте – это неэффективная стратегия против арты. Особенно, когда есть такой замечательный барабан с большой альфой. И нужно действовать. Выкладывать все карты на стол. Засвечивается противник на М40-М43. Получается, с двух плюх отправить его в ангар. При этом, хомяк, скорее всего, даже не засветился. Ну, лампочка у него не загорелась. Далее игрок засвечивает Гава Тигра и тоже сразу его минусует. И потом он начинает вот такие вот противоартиллерийские маневры совершать. И, как ни странно, это реально ему помогает. Арта маржет. При этом, насколько я понял, арта стреляла бронебойным. И ей точности явно не хватает для того, чтобы использовать такие снаряды. Игрок решает пойти сразу же в атаку. Пока арта на перезарядке, нужно ее добирать. Удается забрать М53, М55. Последние арты тут пока что не видать. Хомяк светится и останавливаться по-прежнему нельзя. И тут он решает, нужно встречать 110-го. Он на хвосте и как раз три снаряда есть. Должно хватить, чтобы его уничтожить. Хомяк подъезжает, засвечивается противник. Не удается его пробить. Но вторым выстрелом удается нанести ему урон. Третий снаряд не реализован. Там попадает очень больно вражеская арта Гава Тигр. Ломает пушку. Также критует экипаж. Но, к счастью, была печка и ремка. Так что все пока что в порядке. Только орудия до сих пор критованные. Игрок добирает 110-го. И разворачивается на Гава Тигра. Ну и так как он на перезарядке, получается его уничтожить. Это победа. Давайте заценим результат. Медаль Колобанова, медаль Бурды, медаль Пула. Основной калибр Воин. 6441 урона и 11 фрагов. Вот это нахомячил, конечно. Хомяк, замечательный результат. И на этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки. Желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...